План работы такой. Сначала просто слушаем это стихотворение без текста для ознакомления и улучшения аудирования. Затем во второй части я показываю текст, и мы еще раз перечитываем это стихотворение и уже переводим на русский язык. И в третьей части мы снова показываем текст и разбираем это стихотворение с точки зрения грамматики и речевых оборотов. Но на десерт я вам расскажу, почему я выбрал именно это стихотворение. Прима классе. Суле панчине ци сон операи солдати векчине и уна фурба-контадинелла че нел цестино а уна галинелла. Уна галинелла и ун галетто че виагано сенза дилетто. Уна галинелла и ун галетто. Кванти доллари костаре? Ма ун ферровиере асай кортезе. Ной нон вендямо il nostro паезе. Стихотворение называется Терца, Секонда, Прима. Третий, Второй, Первый. Класс. В поезде имеется в виду. Терца классе. Суле панчине ци сон операи солдати векчине. Третий класс. На скамейках едут рабочие, солдаты, старушки. Уна галинелла и ун галетто че нел цестино а уна галинелла. Ихитрая крестьяночка. У катуре в карзинке есть курочка. Уна галинелла и ун галетто че виагано сенза дилетто. Курица и петух, катуре путешествует без билета. Секонда классе. Че а ун синьоре, ун комесо виагчатуре. Второй класс. Тамалин господзин, азин коме выяжер. Ну и лисичаска селебе, вендиторе амбуланте. Ке ай компанни ди виагчо фа ла реклама дел су формагчо. Катуре папучикам рекламирует свой сыр. Прима классе. Сул дивано че ун миллиардаря американо. Пирве класс. На диване сидит миллиардаря американец. Италия бэлла, ёо компераре. Кванти доллари костаре. Италия прекрасна, ёо покупаць. Сколько долларов стоит. Майл ферровьере асай кортезе. Ной нон виндямэль ностро поэзе. Но очень любезный железнодорожник отвечает ему. Мы не продаем нашу страну. Обратите внимание, что очень часто можно также встретить вариант текста, где вместо строчки Прима классе сул дивано че ун миллиардаря американо строчка звучит так. Прима классе, il пассажиро, е у миллиардаря форестеро. Первый класс, пассажир, миллиардарь иностранец. Где смысл тот же самый сохраняется, но не присутствует слово американо, американец. Нет, ну мне вообще кажется вот так вот недопустимо брать и менять целые строки в стихотворении. Я пытался выяснить, почему есть два варианта этого стихотворения, но так и не выяснил. Возможно, это сам автор поменял. А может быть, его заставили. Может быть, вообще кто-то другой переписал и теперь публикует под его именем, что вообще недопустимо. Кстати, автор этого стихотворения Джанни Родари – это тот самый, который написал «Приключения Чиполлино» и многие другие замечательные детские книги и стихотворения. Мне просто кажется, его неправильно поняли. Ведь все сразу подумали, ах, он показывает образ богатого американца-капиталиста, который хочет скупить сразу всю страну. Да нет, конечно же, это абсолютно безобидный дядечка, состоятельный, путешествует на поезде, смотрит в окно, понравилась страна, захотел себе виллу прикупить. Это как в фильме «Под солнцем Тосканы». Смотрели? Там тоже женщина с Америки приехала и дом себе купила. Что здесь такого в этом образе? Плюс его самого этого американу неправильно поняли, потому что он нормально по-итальянски не может говорить. Вы слышали? Он там инфинитивами разговаривает. «Ио компераре» – «Я купить». А все потому, что он не подключен к моему аккаунту по изучению итальянского языка, это «Медиа премиум». Ведь каждый уважающий себя человек, который изучает итальянский, или уже давно подключен, или вот прямо сейчас подключается, поспешите. Пишите мне в WhatsApp под этим видео. А сейчас мы разберем текст этого стихотворения с точки зрения драматики и словарных речевых оборотов. Начинаем. Я текст вывожу сюда. Следите, у меня текст здесь. Заголовок. «Терца», «Секунда», «Прима». «Третий», «Второй», «Первый». Ну, во-первых, мы видим, что здесь нет определенного артикля, потому что есть такое правило, что заголовки в итальянском языке, названия произведений пишутся без определенного артикля. Ну и, во-вторых, эти числительные, эти прилагательные стоят в форме женского рода, потому что относятся к существительному «классе», а «классе» — это слово имеет женский род. Поэтому, внимание, «терца», «секунда», «прима», с окончаниями «а», что является признаком женского рода и единственного числа. Ну и далее идем по тексту. «Терца классе су ле панкиле». Третий класс на скамейках. «Терца классе». Опять мы видим, что это числительное стоит в форме женского рода, потому что соотносится с существительным «классе», «класс», «класс» в итальянском языке женского рода, «ла классе», и относится к тем словам, которые заканчиваются на «е». А эти слова могут иметь как мужской, так и женский род. И поскольку они не имеют внешних признаков этого рода в виде окончания, то когда вы такие слова учите, то нужно их запоминать сразу с родом. Какого они рода, чтобы потом ставить к ним правильный артикль и правильно согласовывать с ними прилагательные. вот как в случае с «терца», то есть у прилагательного ставится соответствующее окончание. То есть если слово «классе» женского рода, значит идет «терца классе» с окончанием «а». Далее. «Су ле панкиле» – на скамейках. Здесь мы видим, что использован предлог «су», который обозначает нахождение на поверхности и приводится как «на». Отвечает на вопрос «на чем». То есть на скамейке, «су ле панкиле». И это предлог такой, который обязательно сливается с определенными артиклями. То есть если артикль есть, нельзя не слить с этим артиклем. Будет обязательно слитная форма. Здесь определенный артикль – это «ле», который относится к слову скамейки. «Ле панкине» – одна скамейка. «Ле панкине». Получилось «су ле панкине». Нужно обращать внимание на такие предлоги, которые обязательно сливаются с артиклями. Следующая строка. «Чи соно пирай, солдаты веккине» – «есть рабочие солдаты, старушки». Во-первых, здесь мы видим, что использован оборот «чисону», который переводится как «есть присутствует». Вообще этот оборот очень часто подается как отдельно устоявшийся оборот «че чисону». Показаны только формы третьего числа, единственного нужного числа, да как «there is there» в английском языке. Но на самом деле это формы местоменного глагола «эссерчи». И этот глагол может спрягаться по всем лицам, только в третьем. «Ио чисоно, ту чисэй, вы лей че, ной чисэма, вой чисэте лоро чисоно». Суть местоменного глагола, что в инфинитиве к нему добавляется одна из частиц, и при спряжении по лицам она выносится вперед и не меняется от лица к лицу. И нужно путать с возвратными глаголами. Дальше мы видим, что здесь есть три существительных «Опперай солдаты веккины» – «рабочие солдаты старушки» и ни одного артикля. Почему? Потому что есть такое правило. Если у нас есть перечисление, то артикль не ставится. А здесь перечисляются несколько ослов, несколько существительных. Далее. «И уна фурба конта динельна» и «хитрая крестьяночка». Здесь мы видим союз «и» – это «э». Дальше «уна» – неопределенный артикль, который стоит в форме женского рода, потому что относится к существительному «конта динельна», крестьяночка существительного женского рода. И пара – существительное-прилагательное. «Крестьяночка хитрая». Здесь мы видим, что прилагательное стоит перед существительным. И это вполне нормально. Просто есть те люди, которые с пеной рта доказывают, что прилагательное в итальянском языке ставится только после существительного на втором месте. Но, как мы видим по этому примеру, это не так. И здесь мы можем такой вариант, как автор использовал, видеть прилагательное сначала. Либо, если поставили бы прилагательное на второе место, то на него просто падало бы больше логическое ударение. «Уна контринельна форма». То есть больше выделяли бы то, что она именно хитрая. Ну и есть действительно прилагательные, которые ставятся только на втором месте, но это прилагательные, которые обозначают национальность, цвет и форму. А все остальные мы можем ставить в любом порядке. Дальше. «Кенель чистину ауна галинельна?» «Которая в корзинке имеет курочку». То есть по-русски мы говорим «у которой в корзинке курочка есть». А здесь дословно по-другому. Ну давайте разберем подробнее каждое слово. «Те, которые». Ну, во-первых, мы знаем, что «ке» – это «что». Но также слово «ке» может использоваться в значении «который». И в отличие от русского языка не согласуется ни по роду, ни по числу. То есть у нас «который», «которая», «которые» в итальянском всегда «ке». «Ке» – «который». «Нель» – это предлог «ин», «в», который слился с определенным артиклем «иль». Определенный артикль «иль» – мужского рода единственного числа. Он относится к существительному «честину», «корзинка», «иль» – «честину». «А» – это форма глагола «авери», «иметь», который спрягается по лицам. И здесь форма третьего лица единственного числа. То есть «имеет». В итальянском так говорится. «Имеет курочку», «некую курочку». «Уна галина и дунгалетто» – «курица и петушок». Здесь мы видим, что использован неопределенный артикль «ун», «уна», который здесь мог быть использован, кстати говоря, и просто в качестве числительного. То есть автор мог иметь в виду, что просто у нее в корзинке одна курочка и один петушок. И между ними союз «и», который слит с согласной буквой «д». То есть не просто «э», а «эд». Для чего это нужно? Это фонетика, обусловлено фонетикой, потому что после союза «и» стоит неопределенный артикль «ун», и он начинается на гласную. И вот чтобы не было два раза гласное «эу», что неудобно произносить, именно это разбавляют согласные. То есть это правило, которое относится к союзу «и», «э». Если после него идет слово, которое начинается на гласную, то к нему добавляется буква «д». Получается «эдунгалетто», и это удобно произносить в итальянском языке, потому что итальянский язык такой, это одна сплошная речь плавная. И дальше. «Ке виаджино сэнсо билетто», «которые путешествуют без билета». Мы снова видим, что здесь есть слово «ке» в значении «который», «которая», «которые» в данном случае. Оно не согласуется по роду числу. «Виаджино», «путешествуют», это правильный глагол «виаджаре», стоит в форме третьего лица, множество числа. «Сэнсо билетто», «без билета». Мы видим, что перед существительным «билетто» не стоит определенный артикль. Это потому, что когда используется предлог «сэнсо без», после него и перед существительным артикль не ставится. И неправильным было бы сказать «сэнсо и билетто». Так не говорится. «Надо сэнсо билетто». «Секунда классе, чем сеньоры». «Второй класс, там один господин». Итак, «секунда классе», числительное, оно же прилагательное. «Секунду» стоит в форме женского рода, потому что относится к существительному «классе», которое имеет женский род. И обратите внимание, что каждый раз, когда там говорится какой-то класс, «терце классе», «секунда классе», «прима классе» дальше будет по тексту. Нет определенного артикля. Это потому, что перед числительным тоже определенный артикль не ставится. Ну и далее. «Чем сеньоры», там «господин». «Присутствует», надо добавить. Потому что есть оборот «че», это местоименной глагол «эссер», чем мы с вами сказали. Переводится как «есть», «присутствует». Это его форма третьего лица, единственного числа. И мы видим, обратите внимание, что здесь частица «чи», это местоимение «чи», из которой этот оборот состоит, здесь была убрана гласная «и». Почему? Потому что дальше идет другая гласная буква, и в итальянском языке не может быть так «чиэ». Здесь присутствует явление «еллизи», когда две гласных подряд в каком-то обороте, первая гласная убирается и ставится апостроф. И вот поэтому получился такой оборот «че». «Чем сеньоры». Ну и опять же стоит неопределенный артикль, потому что это какой-то господин, да, мы на нем свое внимание абсолютно не застряем. Вот здесь второстепенный персонаж. И дальше дается его некая характеристика. «Un comesso viaggiatore», «come voyager» мы это перевели, а если дословно, то некий «продавец-путешественник». То есть «comesso» – это переводится как «продавец», «viaggiatore», «путешественник». И все вместе это уже получается «come voyager». Хотя я думаю, что в русский язык это слово пришло через французский. Но, в принципе, корни те же самые. Далее. «Который попутчикам». Вот здесь обратите внимание. Ну, во-первых, «кэ» слово, да, которое здесь переводится как «который». Мы об этом уже говорили, ранее упоминали. «Ай». Очень важно. Использован предлог «а». Для чего? Он здесь образует дательный падеж. Смотрите. «Который попутчикам». Кому? В русском. Это слово стоит в форме дательного падежа. И точно так же дательный падеж есть в итальянском языке. И в него ставить нужно. И образует этот падеж именно предлог «а». То есть здесь без него быть не может. Ну и предлог «а», он у нас тоже сливается с определенными артиклями. Поэтому получилась форма «ай». Это определенный артикль «и», который является показателем мужского рода и множественного числа, который относится к существительному «компании». То есть «ил компанию», товарищ и «компании», товарищи. И, внимание, здесь один очень интересный оборот «компании вьяджо». Вот все вместе мы это с вами перевели как «попутчики». Здесь между двумя существительными «компании», товарищи и «вьяджо» путешествия использован предлог «ди». Здесь он выполняет функцию образования прилагательного. Прилагательное через существительное. То есть дословно это, если так более покопаться, переводится не как «попутчики», как мы с вами перевели, а именно как «товарищи дорожные», товарищи по путешествию, дорожные товарищи, путешественные товарищи. Вот смотрите, мы это явление хорошо знаем на примере прилагательных, которые обозначают материал. Вот, например, есть у нас существительное «леньо», «ди леньо» – «деревянный». Здесь тоже самое «ди вьяджо», то есть как бы «дорожный», к путешествию, к дороге относящейся, «компании вьяджо». Ну, мы это для себя перевели удобным для нас одним словом «попутчики». В итальянске это так говорится. Плюс предлог «ди», когда используется в этой функции образование прилагательных, он никогда не ставится с определенным артиклем. Ну, то есть после него определенный артикль не идет, он с ним, соответственно, не сливается. То есть мы не говорим «тавола де леньо», обратите внимание. То же самое здесь он в этом обороте был бы лишним, этот определенный артикль. Два предлога здесь, видите, предлог «а» дательный падеж образует, и предлог «ди», который здесь образует прилагательное. «Фа» – «ля рекламе del suo formaggio» – «делает рекламу своего сыра». Ну, мы сказали «рекламирует», если более дословно, то «делает рекламу своего сыра». «Фа» – это глагол «фары», он стоит в форме третьего лица адресного числа, это неправильный глагол, просто нужно учить, нужный глагол. Далее «la reclame» – «реклама». Вообще в современном языке чаще используется другое слово, это «publicita» как реклама, но вот здесь использован именно такой термин. И дальше «del suo formaggio» – «своего сыра». Обратите внимание, что здесь, во-первых, присутствует предлог «ди», и здесь он образует родительный падеж. «Рекламу чего сыра?» «Кого?» «Чего?» Это вопросы, на которые отвечает родительный падеж. В итальянском языке он тоже есть. И образует его именно предлог «ди». «Reclame del formaggio» – «реклама сыра». «Реклама чего?» – «реклама сыра». В этой функции определенные артикли, конечно же, используются. Поэтому «medi ad el», то есть предлог «ди» слился с определенным артиклем «il». И дальше, обратите внимание, есть притяжательное местоимение «suo», которое переводится как «его». Но «его» почему? Потому что мы для себя это переводим, потому что оно для нас в русском языке относится к этому «comesso viaggiatore», «comi voyager», да, а конкретно к существительному «comesso» – «продавец». для нас. Но в итальянском языке, в итальянской грамматике это притяжательное местоимение имеет форму мужского рода, потому что оно там согласуется с существительным «formaggio», то есть не с тем, кому принадлежит, а с тем, что принадлежит. Вот в русском языке, если у нас была бы продавщица, девушка, мы бы сказали «её сыр». И видите, в русском языке род протяжательного местоимения относится к тому, кому это принадлежит. В итальянском языке, в случае с такими местоимениями, род относится к тому, что принадлежит. И если бы у нас вместо «comesso» – «продавец» была бы «comessa» – «продавщица», мы бы все равно сказали по-итальянски «questa è una comessa» и «questo è il suo formaggio». Вот она «продавщица» и это «её сыр». Но вы все равно сказали «suo», потому что род, местоимения этого относятся к сыру, а не к продавщице. В итальянском языке, наоборот, учтите это. Очень важный момент. Идем дальше. «Primo classe» – «sul divano». Первый класс на диване. Ну, здесь мы уже говорили, почему нет артикля и почему числительное «primo» стоит в форме женского рода. Далее мы видим, что использован предлог «suo», который у нас обозначает нахождение на поверхности. Он уже был ранее использован в тексте. Также мы видим, что этот предлог находится в форме, слитной с артиклем «il», который относится к существительному «divano». «Il divano» – предлог «suo» сливается с определенными артиклями всегда. Не забываем. Далее. «Ceo millardario americano». «Ceo» – оборот «ceo» снова присутствует, то есть «есть», «присутствует». Мы уже говорили о том, почему здесь стоит апостроф и из чего он состоит. А он состоит, как я говорил, из частицы «чи», «partecielna chi», которая также является местоимением в некоторых значениях. И поскольку здесь получается две гласных подряд, последнюю гласную первого слова убирают и ставят апостроф. И пишется это все слитно. Это правило, которое относится не только для оборотачей, но и для многих других оборотов. «Un millardario americano». Здесь мы видим существительное «миллиардер», прилагательное «американу» и неопределенный артикль. Мы даем характеристику и описываем, пока еще не очень знакомого человека. Обратите внимание, что здесь прилагательное именно на втором месте. Помните, мы говорили о порядке слов, когда существительное и прилагательное, и в какой последовательности они должны быть поставлены. И вот мы сказали, что в принципе, в любой последовательности, единственное, что если ставить на второе место, то будет выделяться. А вот в качестве исключения есть прилагательные, которые описывают как раз национальность, как здесь, ну, потом цвет и форму. И вот поскольку «американу» — это национальность, здесь прилагательное стоит на втором месте. То есть нельзя было сказать «Ce un americano miliardario». Нет, именно «milliardario americano». Далее. Прямая речь идет его. «Italia bella io comparare». «Italia прекрасна», «я купить». Ну, здесь, поскольку говорит иностранец, он перед Италией не ставит определенного артикля и глагол употребляет вообще в форме инфинитива, не спрягая его по лицам. Ну, потому что, как мы знаем, не подписан на это медиапремиум. И дальше. «Quanti dollari costare». Здесь некоторые формы правильно, в частности, согласование по роду и числу, потому что у нас есть существительное «доллар», «доллару». Это существительное мужского рода. Здесь стоит в форме множенного числа, поэтому окончание «и». И вопросительное слово «quanto» «сколько» согласовано с ним. А мы с вами должны знать, что вопросительное слово «quanto» в итальянском языке согласуется по роду и числу с существительным, которым оно задается и ведет себя в этом плане как прилагательное. А вот глагол, он все-таки использовал в форме инфинитива опять. «Costare». То есть, должно было бы быть так. «Italia bella» и «o compro». И если мы какие-то намерения обозначаем, мы не обязательно должны использовать будущее время, как в русском языке, а именно через настоящее. Это в итальянском языке передается. То есть, если я говорю, что я что-то сейчас делаю, собираюсь, как бы заявляю, об этом декларирую, предупреждаю, в русском языке, мы бы сказали, «О, Италия прекрасна, я ее куплю». Видите, куплю в будущее время. В итальянском языке то же самое через настоящее всегда говорится. Поэтому достаточно было бы сказать «Italia bella» и «o compro». И «quanti dollari costa», конечно же, да, потому что глагол «costare» «стоить», «что делать», тоже спрягается по лицам, ставится в форму третьего лица, единственного числа. «Costa», «quanto costa», сколько стоит. «Ma il ferroviere, asai cortese», «no», «железнодорожник» «очень любезный». «Ma», «ma» – это союз «no». Все, здесь добавить больше нечего. «Il ferroviere», «железнодорожник», видите, он его выделяет определенным артиклем. Это слово мужского рода уже, да, поэтому артикль «il». «Asai cortese», «очень любезный». Что такое «asai»? «Очень». В принципе, это слово, синоним слову «molto», которое мы с вами хорошо знаем, и которое переводится как «либо очень», либо «много». И здесь, соответственно, получается «очень любезный». Это синоним, который является более литературным, более вторевшим, может быть. «Cortese» переводится как «любезный» и является синонимом слову «gentile». Любезный тоже. Следующая строка. «Noi non vendiamo il nostro paese». Здесь он использовал местоимение личное, но и мы, да. Мы не продаем нашу страну. «Noi non vendiamo il nostro paese». Использовано личное местоимение именно для того, чтобы выделить, сделать на нем акцент. Потому что мы знаем, что работая с глаголами в итальянском языке, их употребляя, можно личное местоимение не ставить. А если ставим, мы как-то хотим подчеркнуть, что именно мы не продаем нашу страну. «Il nostro paese». Мы видим, что здесь использован определенный артикль «Il – мужской род. Единственное число из слова «поэзия» страна мужского рода единственного числа. И если используется местоимение, притяжательное, «nostro», «nosh» в данном случае, «nostro», потому что «мужской род», то артикль всегда выносится вперед. То есть сначала артикль, то местоимение, потом существительное. В таком порядке. Знаете, почему я выбрал именно это стихотворение? Первый учебник итальянского языка, который попал мне в руки, это был учебник итальянского Юлии Добровольской. Абсолютно гениальный учебник. Это был первый учебник итальянского, изданный в Советском Союзе. Потом он два раза пересдавался, ну и, соответственно, его содержимое было идеологически выдержано, да, вы понимаете. И это было первое стихотворение, которое мне там встретилось, и это было первое стихотворение на итальянском языке, которое я выучил. Потом я с этим стихотворением, когда учился в педагогическом, выступал на всех концертах. Меня даже звали в местный ДК, и я там выступал с номером «Человек, который говорит по-итальянски». Помню полный зал ПТУшников, и я такой выхожу и говорю, «Воседей истронцы!» И они такие… Мне было 18 лет, очень хотелось пошутить. Кстати, вот эти часы здесь, знаете, почему висят? Потому что я снимаю курс все времена, времена, времена итальянского языка. И те, у кого есть аккаунт «Итальянский премиум», этот курс у них просто появится в личном кабинете. Поэтому подписывайтесь на аккаунт «Итальянский премиум» и пишите мне прямо в WhatsApp, который под этим видео. Я вас люблю! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! «Симон»!